Мир вам, дорогая церковь, радостно быть у вас, потому что вы были у нас. Сергей меня зовут, когда я звоню пастырам, друзьям, я всегда говорю, Сергей, новая жизнь, потому что у меня две жизни, одна без Бога, а другая с Богом. И наш центр так и называется, новая жизнь. И может быть был Алекс у вас, может быть была моя супруга Ирина, не знаю, но вчера мы были с пастыром вашим на конференции, и там кто-то подходил, кто был у нас. Это в Кабуле, в Мизури, вот этот город-убежище, который спасает взятых на смерть наркоманов и алкоголиков. И когда я всегда выхожу, я стал включать секундомер. Не потому что, знаете, время там мало дают, а потому что есть еще один взгляд на то время, в котором мы живем. И я думаю, что Бог хочет заострить наше внимание о том, как мы проводим время. Но сначала немножко освежу вашу такую, знаете, память. Много гостей приезжает, много рассказов и нужд. В общем, кто мы такие? Знаете, Бог на протяжении всего времени отвечал на нужды людей. Аминь. То есть он всегда вот, его сердце, оно слышит молитвы, слышит крики матерей, отцов переживания. И он всегда хочет ответить на молитвы. Иногда оно отвечает прямо, иногда через людей. И сейчас мы живем во времени, когда мы с вами все представляем тело Божье на земле. Тело, его церковь, каждый из нас член тела. И Бог очень хочет через нас отвечать на молитвы, на крики, на нужды людей. И вот, если мы посмотрим на Санкт-Петербург, а я из Санкт-Петербурга, кстати, самый красивый город на земле. Если кто не был, советую приехать, посмотреть. То Санкт-Петербург, 95-й год, оказывается, помимо культурного такого вот всего хорошего, было место, где можно было 24 часа в сутки купить наркотики. И люди, которые употребляли наркотики, наркоманы, когда-то из хороших семей, когда-то из очень перспективных судеб становились жителями подвалов. И вот как переживают родители, когда ребенок болеет? Это же, ну, не едят матери ничего, переживают, молятся об этом. Как переживают родители, когда дети становятся больны наркоманией? В это место, знаете, было, может быть, 300 или 400 человек, которые жили в подвалах. И как кричали к Богу родители? Может быть, в немых молитвах, может быть, в каких-то, знаете, осознанных молитвах. Но Бог это видел, и он захотел ответить. И, в общем, наш руководитель Сергей Матевосян, он никогда не был наркоманом, рецидивистом, каким-то плохим человеком. Обыкновенный мужчина, армянин, как бы такой, знаете, спортом занимался, и все такое. Ну, нормальный человек. И он один раз прошел этот перекресток. Знаете, Бог подарил ему покаяние. Вот это вот, когда у тебя что-то щелкает внутри, и ты понимаешь, что Бог, Он живой, что Он действительно есть, что Он слышит, что Он действует, что Он любит тебя, что Он простил тебя. И после этого, как правило, ты стоишь перед выбором жить тебе так же, как и раньше, для себя любимого, либо внутри что-то не дает. И вот этот огонь, вот этого благословения Божьего, многие затухают и опять начинают для себя, а многие начинают искать, как выразиться, как вот реализоваться в Боге уже. И Сергей стал искать, и знаете, Бог организовал через него тюремное служение. И, казалось бы, трудно представить хуже что-нибудь, чем питерские кресты. Есть такая тюрьма, это есть глубины сатанинские, где дьявол держит узами мрака тех, за которых умирал Христос. И, казалось бы, братья такие не поняли, ну, как бы, про что, что может быть хуже тюрьмы? И потом вдруг сестра подходит и говорит, найдите брата, он где-то наркоман, он где-то в подвалах там, ну, или, не знаю, где-то, в общем, бродит по Питеру. И они пошли с братьями, которые никогда не занимались наркоманами, просто вот, знаете, прославление в церкви, гитары, всё хорошо, работы. Они пришли и стали искать этого Василия, братишку звали. И, в общем, наркоманы говорят, да вы не здесь смотрите, вы в подвалы залезьте. Как? В подвалах живут люди. И когда они вошли туда, то они увидели, что есть на земле места, которые отображают дьявола. Есть места, которые отображают Бога, это церкви, это дела церкви на земле, это дела неравнодушных на земле, а есть места, где дьявол, знаете, царствует. И вот в этих подвалах, если кто-то наберёт на ютубе подвалы дебенку, то он увидит вот это всё, что там творилось. Это трудно передать словами. Передозировки, крысы объедают трупы, разлагаются, всё это вот, ну, вот этот кошмар творился в этом районе. И, знаете, они с братьями стали перед таким выбором. Проще всего было бы сказать любимую христианскую фразу, да благословит тебя Господь. Но там, знаете, это не работает. Иногда мы сталкиваемся с чем-то, и мы за этой фразой прячем своё нежелание любить ближнего. Потому что если бы мы были в этой ситуации, мы бы что-нибудь сделали. И, в общем, они стали приносить туда еду, перевязывать раны, и потом стали вытаскивать этих наркоманов. Куда? В квартиры свои. Представьте, в шауре у тебя наркомана моют, в шиву грязного там стригут. Но эта жертва была очень, знаете, перед Богом значима. Значима. Потому что Бог давал покаяние, Бог давал людям обращения. А ещё через какое-то время поняли, что надо какую-то территорию аутсайд, подальше, потому что, ну, городской менталитет, вот очень, ну, человек вроде как загорелся, вроде как живёт, а потом раз и его уносит опять вот городская вот эта дружба с кем-то и так далее. И, в общем, познакомились с пастором церкви, который находится, города, который находится 150 километров от Питера. И в этом городе, значит, знаете, как было, два друга росли, один стал пастором, а другой стал мэром. Но дружба осталась. И вот пастор приходит к неверующему мэру и говорит, слушай, говорит, там братья, вот, хорошее дело делают, достают людей из подвалов, спасают их. Именно тогда вот это слово «спасение взятых на смерть» открылось во всей, знаете, вот такой своей актуальности. «Спасай взятых на смерть». Это Бог говорит, это его, знаете, его повеление. Он не предлагает, может быть, ты спасай взятых на смерть. И вот это стало словом, это слово стало нашим логаном, нашим девизом «спасай взятых на смерть». И вот мэр говорит, у нас есть заброшенная психбольница, приезжайте, забирайте. И когда приехали туда в психбольницу, братья, представляете, название деревни, где находится психбольница, называется «Преображенка». Ничего себе думают, как это такое могло быть. Стали узнавать, и оказывается, это был барон, который верующий, который основал вот это имение, который назвал деревню «Преображенка». И там были духовные собрания, людей грамоте обучали, люди каялись. И вот барон, он верил, что, ну, представляете, деревня будет такая «Преображенка». Потом пришла красная власть, всё это, естественно, аннулировали, барона выгнали и так далее, и так далее. Потом во время Советского Союза был там дом престарелок, потом психбольница, потом всё разворовано. А потом Бог повернул так, что, да, пришли христиане и стали из подвалов таскать, знаете, вот в «Преображенку» наркоманов. И вот, и Бог продолжал преображать, потому что Бог хочет преобразить. И это было начало, знаете, не было машин, не было денег, не было вообще ничего, и Бог подтверждал всегда, что это его дело. В общем, через какое-то время этот мэр, он пришёл и говорит, я не могу, говорит, вам отдать просто так, нужно 48 тысяч долларов. На 96-й год 48 тысяч долларов, представляете, какая это сумма. Что делать? Продолжали молиться, продолжали делать то, что делали, уповали на Бога. И вдруг как-то осенью, когда Питер, знаете, он такой, осенью он некрасивый, осенью не приезжайте в Питер, он там слякать такая, грязь вообще, деревья облетел, и смотреть не на что. Вдруг осенью приезжает сестра из Англии, которой попала вот эта видеокассета, и она посмотрела, и она приехала, я говорю, хочу посмотреть, где, говорит, вот это место, где Бог спасает через служение людей, вот, зависимых. И посмотрела, походила там в собрание, поучаствовала, а потом говорит, а какая у вас мечта? Ну, Сергей говорит, ну вот кормить надо, вот, ребят там, картошки бы в мешок. Она говорит, а есть мечта побольше? Ну, говорит, инструменты там, деревья рубить, там, заброшенная территория, все вот побольше бы. А еще есть побольше мечта? Он говорит, ну вот если бы вместо пятерки Жигулей какой-нибудь автобус. Молодежь не знает, что такое пятая модель Жигулей, это такой конструктор, который, знаете, издевается над человечеством, вот эта пятая модель Жигулей. Ну, тем не менее, она ездила вообще, и он смотрит, говорит, машину бы, говорит, поменять. Она говорит, а еще есть побольше какая-то мечта? Он говорит, ну вот если бы было 48 тысяч долларов, то эта земля, она бы стала принадлежать служению для Царства Божьего. И она ничего не ответила, уехала, и мэр стал, знаете, как бы дальше так уже, ну, надо что-то делать, надо что-то думать. И вдруг через три месяца она приезжает и привозит эти деньги. Она съездила в Англию, сделала сборы в церквях и привезла эти деньги, представляете. И когда мэр увидел это, ну, деньги, он говорит, откуда у вас? А ему пастор говорит, ты что, не знаешь, в кого мы верим? Бог дал. И это было свидетельство. И, в общем, вот так начинался центр. И, знаете, через какое-то время дали еще одну землю. И на сегодняшний день у нас самый большой христианский реабцентр в России. Около 200 человек находятся на реабилитации. Сколько у нас свадеб, мы уже сбили со счету, знаете. На 285-й уже все считать не будем. Сколько детей родилось, сами считаете. Но самое главное, что больше 8 тысяч человек живут по-другому. Это спасенные из смерти, спасенные из аддикшнса люди. И они наполняют церкви. И Сергея, руководителя, стали приглашать сюда, чтобы здесь как-то рассказать о служении, о плодах. Там можно было как-то пообщаться. А когда братья приехали, они увидели, что здесь-то проблема никак не меньше. А даже больше. И через какое-то время вот с Божьей помощью и с помощью неравнодушных церквей, знаете, мы для себя вот как-то так понимаем, что конфессии и динаминации – это все придумано людьми. А на самом деле христиане делятся на равнодушных, которым все равно что проповедуется, все равно кто говорит. Они как жюри иногда сидят и говорят, о, этот хорошо сказал, а этот плохо сказал. Потом уходят и ничего в их жизни не происходит, через них не происходит. Это номинальная равнодушие. А есть неравнодушные христиане. И таковых царство Божие. И в общем, с помощью неравнодушных христиан удалось купить место в Мизуре. И мы продолжаем строить, продолжаем там что-то делать. И корпус сейчас строим. И у нас есть плоды, выпускники. И, знаете, есть яркие такие, которые… Был гангстером раньше, а теперь учатся на пастора. Один брат из Лос-Анджелеса. Есть и славянские. И сейчас у нас на реабилитации около 15 человек. А все вместе, потому что мы взяли еще одну территорию, 46 человек. Это наши семьи, потому что мы здесь у нас нету грин-карт, нету гражданства. У нас есть миссия. И мы по рабочим визам сюда приехали, и наши жены, и дети приехали. И наши дети, они тоже у нас в миссии, и, знаете, они учатся жить по-другому. И я об этом еще скажу, но сейчас, наверное, время рассказать, что я в этой миссии делаю и как я оказался. В общем, знаете, когда я родился, мои родители, они познакомились во время Великой Отечественной войны. Наверняка молодежь даже и не знает, что это такое. И, в общем, моя сестра старшая родилась в 51-м году в Германии еще. Они приехали в Россию потом и, в общем, жили. И когда им государство дало новую квартиру, они решили сделать себе подарок в этой новой квартире. И вот этот подарок стоит перед вами. Разница с моей сестрой в 18 лет. Мама родила в 47, представляете, меня, поэтому я был очень горячо любим. И меня так кормили, что первая мозоль была на губе от рожка. И были такие щеки, что в детском садике я после обеда котлету мог спрятать и спал, а потом вставал, жевал. Они говорят, ты что жуешь котлету, а где ты ее взял? Вот здесь лежала. И, в общем, знаете, фотография висела, как показательный ребенок микрорайона. И детство было классное. Родители давали все, что могли. Вот все. Они в любые кружки, там, хоккей, фехтование, фигурное катание. Все, 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 что могли, они делали. И, в общем, закончилось это такое удивительное детство. Это когда 12 лет мне было, мама умерла. И сестра, она стала себе искать бизнес устраивать. Отец стал других спутней жизни искать. А я был предоставлен самому себе. И вы знаете, я смотрю вот на ваших детей. Так здорово. Так вот, когда они в церкви, такой гомон, такая жизнь, такие все, знаете, вот радостные, живые, энергичные. И у меня такой вопрос. Скажите, кто из них не умеет разговаривать по-английски? Все умеют. Все умеют, правильно? Знаете почему? Потому что помимо родительской семьи и церкви, они переживают влияние того мира, в котором живут. Это школы, это все остальное, это культура и все прочее. Почему я это говорю? Потому что, знаете, меня воспитывала улица. И на этой улице правит князь мира сего. Он не приходит, как черт с рогами. Очень бы просто, если бы сейчас он сюда пришел, тут бы молились бы, его связали бы, выгнали бы вообще. Но он приходит, как извращенная, извороченная, перевернутая информация. В виде лжи. Ведь он же, когда искушал Еву, он не сказал ей что-то, он сказал, а правда ли? То есть, под сомнение поставил. Нет, говорит, не умрете. Обманул, обманул, оболгал. И Ева вкусила то, что не должна была вкусить. И вот есть вещи, которые не должны вкушать люди. Не должны пробовать те вещи, которые химически не предназначены к употреблению. Они не нужны нам. Вот эти дети, которые сейчас перед вами, вот ваши дети стоят, мои, которому, ну, там, я про детей попозже расскажу про своих. Они полны энергии, полны радости, полны жизни без всякого допинга. Им не надо. Бог не сотворил это все. Но через какое-то время к ним начинает будет лезть информация. Вы знаете, когда я был молодым, мы мечтали, вот их бы наркотики легализовали. Не понимая, что это такое. Обманутые не понимают, что они обманут, как Библия говорит. И кончилось это тем, что мы стали все пробовать, все, что можно. Думали, что этим мы будем отличаться от всех. Конечно, мы отличаться стали, потому что мы стали зависимыми людьми. И знаете, вот я вижу, что Слово Божье говорит, Иисус сказал, я есть им дверь. Дьявол это знает, тоже пытается перевернуть. И поэтому он не говорит, что он есть дверь, но он придумал марихуану, как такую лазейку в мир наркотиков. И поэтому все одно и то же у всех по той же схеме. Начинается марихуана, потом другие наркотики. И в общем мы стали выпивать, курить, курить наркотики, марихуану. И вся жизнь куда-то, знаете, свернула. С каких-то идей, перспектив, оно стало только криминалом и только наркотик. И все друзья такие же стали. И потом пришла смерть, мы стали хранить своих друзей все чаще и чаще, но стали пытаться что-то делать, ничего не получается, никак не вылезти, не выйти. И вот я познакомился с девушкой, которая такая красивая, классная, все. Она тоже наркоманка, в тюрьме уже посидела несколько раз. Мы стали вместе жить и через какое-то время родился ребенок, который был на ломках рожден. Дочка родилась на ломках, потому что родители употребляли наркотики. Она всю беременность употребляла наркотики. И в общем потом у меня была первая тюрьма, меня посадили, я совершал преступление, меня поймали, там милиция прострелила. В общем посадили в тюрьму и мне Ира моя наркотики в тюрьму приносила. И когда я вышел из тюрьмы, уже опять доза, знаете, говорят, что наркотики делают человека лучше. Там даже средства массовой информации, интернет кричит о том, что наркотики они добавляют. Такая ложь, чтобы завлечь вот в эти сети, украсть, убить и погубить. И я не пришел к своему отцу, когда тот лежал, умирал, потому что я был наркоманом, мне было некогда, он умер. И кончилось с тем, что наша семья развалилась. Дома, знаете, была какая атмосфера, у нас была сиамская кошка, которая не умела мяукать. Она могла наброситься на милицейскую форму, потому что была надрессирована, выполнять команду ФАС. А мяукать не умела, только рычала. Ребенок, когда ему было 4 года, она играла шприцами, колола своих кукол. В совершенстве знала сленг наркотический, но не знала, что такое морозилка. И вот в таком состоянии наша семья развалилась. И через какое-то короткое время я оказался в подвалах вот в этих. Если вы залезете на Ютуб и посмотрите там, меня вы там не увидите. Но всех тех людей, которые там сняты, я их знаю, потому что это стали моими соседями. И через какое-то время я превратился в дистрофика, знаете, грязный, вшивый. Каждая иголка, вот этот след начинает гнить. И, в общем, знаете, жизнь превратилась в агонию. Ты не можешь жить, потому что никак нету ни сил, ничего. И умереть как-то не можешь, и вот это вот организирующее состояние жуткое. И тогда уже Сергей Мативосян ходил по подвалам, доставал таких, как я. Но я, наверное, был настолько трудный, что Бог приготовил для меня нечто лучшее. В общем, во время очередной облав милицейских, слава Богу, я попал в тюрьму. Меня взяли, посадили, в общем, надолго посадили уже, дали мне три года. И я с самого первого дня стал писать домой письма о том, что я все понял, прости, давай вместе, давай вернемся. И, конечно, я переживал за ребенка. И полтора года полного молчания. И вдруг через полтора года я получаю письмо. И я думаю, ну, сейчас там, наверное, какие-нибудь секретные шифры про наркотики там и то, так далее. Открываю его, начинаю читать, а там Иисус тебя любит. Бог может тебе помочь. Господь всемогущий, небесный Отец. Я сначала подумал, что-то у нее это, ну, с головой. Ведь мы же все там на Пасху, в церковь, там, на Троицу, там, ну, у нас даже была такая легенда, что есть святой, который ворам помогает, потому что он у Христа гвоздь один украл, когда его распинали, да. И вот мы искали вот эту икону перед там делами. Но тут я увидел, что совершенно что-то другое. Ну, думаю, ладно, приедет ко мне на свидание, я тут все опять разберусь, и она будет другая. Ну, опять все, как раньше. И она пришла на свидание, и вдруг она мне говорит, а зачем ты так матом ругаешься? А я по сравнению с ней вообще не ругался. Она три раза сидела в тюрьме, знаете, у нее был такой матный язык, где иногда русские слова проскакивали. И она мне говорит, зачем ты матом ругаешься? При этом она не курит, не пьет, не употребляет наркотики. Я вижу, что она не врет. Такая сидит хорошая, знаете, и счастливая. И тут я понял, что в этой жизни я что-то главного-то не попробовал. Вот это настоящее счастье, которое, наверное, ищет каждый человек. Вот этого, знаете, единения с Творцом, Создателем, вот этого счастливого, вот этого небесного шалома, который внутри вот этого мира, этой благодати, переживания вот этой любви Божьей мы ищем все. И не зная истины, мы начинаем это, может быть, кто-то в наркотиках, в алкоголе, в деньгах, в работе, в семьях. Но только Богом может быть восполнен этот недостаток. Только в Боге успокаивается душа моя, написано в псалмах. И знаете, я понял, что я не пробовал этого, не знаю. И я спросил ее, говорю, что надо делать? Она говорит, надо покаяться. Ну, сколько раз я уже ходил в церковь, там, на колени вставал, что-то там, но я понял, что результата нет. А если нету результата, значит, надо еще раз пробовать, пока ты его не получишь. И знаете, я пришел в церковь, это небольшая православная община, но с того момента я знаю, что тот, кто ищет Бога, тому сам Бог воздает. Потому что в самый удивительный день, лет, наверное, 19 назад, знаете, вот я пришел в церковь, встал на колени одним человеком, стал молиться и пришел Дух Святой. Пришла благодать Божья, пришло прощение, пришло переживание, то, что я любим не кем-то, а Бог относится ко мне с любовью. Он прощает меня, потому что любит. Вы знаете, вот это все тяжелое, что внутри, вот это тянулось 28 лет, вдруг ушло, потому что прощен. Радость такая наполняла, что не надо было, знаете, уговаривать, давай споем, оно там и так все поет. И вышел на улицу, думаю, вау, какие листочки на деревьях зелененькие, удивительно, какие небеса над нами синие. Радостно так было, что я к мужикам там приставал и говорю, ты что такой грустный ходишь? Он говорит, а что здесь радоваться, мы в тюрьме сидим. Я говорю, слушай, пошли в церковь, Бог, а, там что, как пытался объяснить. Он говорит, о, у тебя крыша поехала. Я говорю, нет, на место встала. Слава Богу. И стал Бог открываться, знаете, в своем священном писании. Я прочитал, где Дух Господень, там свобода. И мне стало все равно, что я в тюрьме сижу. Представляете, я приходил к братьям и говорю, братья, нас охраняют, еще и кормят, чтобы мы ничего больше не натворили. Представляете, это же, ну, благодать, нас вообще нормально все. И на меня смотрели, сначала не понимали, а потом, когда, знаете, я же курил еще 21 год. Причем курил везде всегда, и я не мог с этим развязаться. И когда я после покаяния закурил сигарету, я понял, что это не то. Как, знаете, как совесть проснулась. А как это поменять? Как это, от этого освободиться я пришел в церковь, на колени встал и говорю, Господи, я-то не могу, но Ты, Бог. И с того момента я знаю, что если мы серьезно что-то решили сделать по воле Божьей, то Бог прикладывает свою силу. Я вышел вот так, пачку сигарет выкинул и, опа, не хочу курить. Вообще иду и свободен от этого. Ко мне все говорят, да ты что там, так нельзя бросать, там еще что, да, мы те самые твои любимые сигареты принесем. Я говорю, да отстаньте меня, Бог освободил. Они говорят, о, какой Бог, что с твоей головой? Я говорю, смотри, это все нормально, а вот что с вашей? И так это все прочитал, что Бог есть любовь. Так это все продолжалось, знаете, Бог есть любовь и понял, что в моей семье нету любви. И стал просить, я говорю, Господи, пускай, может быть, крошка с твоего стола упадет в мою семью. И наш Бог, наш Небесный Отец, Он любит давать. И, знаете, Ира, приезжая ко мне на связание, опять в меня влюбилась. Это сейчас я стою уже такой, знаете, три года в Америке поплотневший изрядно, да. А раньше-то я был зеленый, без зубы, вот такой вот, ну, но Бог есть любовь. И она влюбилась, я в нее и начала семья наша восстанавливаться. А после уже освобождения я пришел в церковь, поют, славят Бога, все классно, все хорошо, но как-то мне не хватало, знаете. Вот когда я был грешником, я мог грешить 26 часов в сутки. И никто не уговаривал грешить. Это было естество. И я подумал, ну, я теперь вот другой, возрожденный. Я же понимал, что произошло чудо рождения свыше, покаяние вот это. И я подумал, как же я теперь-то, ну, что, два раза в неделю только? Или, ну, как? Ну, это же надо больше. Потому что я тогда-то был плодовитый, а сейчас я тоже хочу быть плодовитым в Боге. И знаете, я так думал, думал, и потом приехал, поехал в центр, и вдруг я увидел, что вот те моменты наркотиков, алкоголя, там, мата и так далее, это только верхушка айсберга. Потому что сколько еще того, что не видно в нас, но в нашей душе есть, и оно царство Божьего не наследует. Например, зависть, сварливость, ропот, недовольство, злословие, непослушание и прочего-прочего. Столько нашей души есть моментов, которые нужны изменения от Божьей благодати. И Он и хочет, я думаю, нас всех поменять в Его образ, чтобы мы жили, как Христос, не словами только, а и делами походили на Его Сына. Потому что все человек. И вот я пошел на реабилитацию, и у меня был всегда вопрос такой, а что дальше? А что дальше? А что дальше? И знаете, я понимал, что Христос показал нам пример служения людям. Ведь Он служил людям, и в этом заключалась Его миссия на земле, служение людям. Я понимал, что вот как-то да, вот надо, наверное, служить. А потом, когда после реабилитации приехал в город, пришел братьям в церковь, мне говорят, давай мы тебя в больницу положим. Я говорю, а что мне в больницу ложить? Да ты, говорит, весь зеленый. В общем, меня положили в больницу, проверили и поставили вторую группу инвалидности. Прицерозное состояние печени, стенки желчного пузыря, что-то там еще. И сердечный клапан разваливался, потому что в крови был хронический сепсис. И я так, знаете, ну, сходил к врачам и такой, ничего себе, меня загрузили. Я подошел, говорю, а сколько вообще жить-то осталось? Мне говорят, ну, где-то полгодика, если будет, ну, так. И я понял, что лекарства не найти, что как бы, ну, медиков таких нету, которых все это сразу вылечат. И понял, что, ну, встал на колени и говорю, Господи, если суждено полгода прожить, пускай это будет для тебя. Что такое жить для детей и для внуков? Мы понимаем, потому что это время, это заботы, это с ними играть, это о них заботиться, это деньги, это жертва. Это даже в любое время, когда бабушки привозят внука, она берет его раз, там, и свои какие-то дела делает. Это все понятно, но жизнь для Бога, оказывается, тоже может быть такая. И, знаете, тут стало, что откуда приходить. Мы стали, ну, стараться служить, как только могли. Причем особо денег не было, особо, ну, как бы ничего не было. Было желание просто, вот, знаете, вот помочь. Мне звонит Сергей Матевосян, говорит, слушай, пастор переезжает. Надо помочь ему мебель перевезти. Ну, это же не юхало, это же не тележки здесь, это же Петербург. Старый фонд, дома высокие, лифта нету и шкафы такие огромные, знаете, причем без тележек, без всего. И вот мы там как-то раз на хребте на своем, эти, спускаем шкафы. Мне так плохо становится, я думаю, наверное, я сейчас здесь прямо и умру. Но мне так радостно, что я умру на пасторской лестнице, знаете. Потому что я понимаю, там-то зачтется, где ты умер и как вообще, правильно? И не умер. Потом в одном месте Питера домашняя группа перестала быть, и там квартиру продали, и надо было где-то собираться. Я говорю, давай у нас дома собираться. Она говорит, слушай, у нас такие стены грязные, вообще квартира, притон раньше был. Я говорю, да если на стены придут, смотрите, это вообще, значит, не наши товарищи. Выкинул мебель, матрасы расстелил, причем, знаете, не американские матрасы, а такие русские матрасики, помните? Тоненькие были. Расстелил, и знаете, по 30 человек мы набивалось в одну комнату. Уж как мы горели, как мы горячо спорили о том, кто будет проповедовать. Ничего никто не понимал. Один был такой Стас, бабуля. Почему бабуля? Потому что он сумочки у бабушек вырывал, когда был наркоманом. Вот его бабулей прозвали. И он такой говорит, у меня есть откровение, мне Бог сказал вам рассказать. Ну, говорит, давай, юности, Бог сказал, как же это, да. Вот он сядет, наговорит что-то такого, вообще никто ничего не понял. И второй раз опять, братья, у меня есть откровение. Стас, точно, откровение, все нормально? Да, да, все нормально. Опять что-то наговорит, опять ничего не понятно. И в третий раз, когда он говорит, мне откровение, мы говорим, Стас, давай в очередь, потому что у нас у каждого откровение. И все горели такими, знаете, делами божьими. И, в общем, стали заниматься с родителями наркоманов, стали заниматься с самими наркоманами. И через буквально полгода мне надо было переосвидетельствовать инвалидность, я пришел к врачу, к другому, но с теми же самыми УЗИ, ультрасаунд, и говорю, я сейчас расскажу, что у меня внутри. Она говорит, рассказываю, у меня предсторожное состояние печени. Она смотрит, да нет, у тебя печень большая, конечно, но ты сам не маленький, но я не вижу там никакого цирроза. Я говорю, стенки желчного пузыря у толщины. Да нет, у тебя нормальный желчный пузырь. Я говорю, но сердечный клапан-то разваливается. Она говорит, нет, у тебя нормальное сердце. Я пошел к доктору, говорю, доктор, посмотрите в моих анализах, у меня там хронический сепсис крови. Она так посмотрела на меня и говорит, слушай, не морочь мне голову, у меня и так много работы. И тут я, знаете, читал в Эфесянам очень часто вот этот стих, это 3 глава, 20 стих, который и вам хочу оставить. Это 3 глава Эфесянам, 20 стих. Единственный момент, я для себя вот так понял, это такая, знаете, практика христианства. Очень много обетований Божьих, которые написаны для детей Божьих. И я понял, что можно своей жизнью, а точнее поступками, потому что жизнь это не слова, а это поступки, это так, как ты живешь, либо располагать Бога, либо, ну, есть вот ты и есть. Знаете, это как в одной семье, есть дети, которые стараются папе как-то, ну, не то что угодить даже, а знаете, вот как-то по отношению любви, что-то сделать, чтобы родителям было приятно. А есть дети так, которые собой заняты, и тоже, они тоже любимы родителями, но кому благоволит сердце отца больше, тем, которые стараются понять и сделать что-то, что родителям будет классно от этого. Знаете, например, у меня, сейчас надо про этих самых, про детей рассказать. И, в общем, после того, как Господь исцелил, мы, я сделал документы, и мы с Ирой стали мужем и женой. Нас благословила церковь, мы поставили штампки. До этого мы жили как брат с сестрой во всех отношениях, здесь все взрослые люди, все понимают, в одной квартире, все, а потом, когда нас благословили, мы стали мужем и женой, мы стали жить как мужем и женой. Вот прошло три года, она приходит ко мне и говорит, мне приснился сон, что у нас будет сын. Ну, я как духовный человек, я сразу сказал, да ты осуетилась, сестра, вообще какие дети. Но в том же самом роддоме, в котором она рожала первого ребенка, и так материлась, что и врачи порвали рот, мы пришли туда, чтобы сделать УЗИ. И, представляете, врачи, там же карточки остаются, они раз фамилию подняли, а там карточка, ну, наркоманы там, что-то такое. Они говорят, вы живы еще? Я говорю, мы не просто живы, мы рожать пришли. Рожать? Вы что, сумасшедшие? Как вы рожать? Аборты? Я говорю, это вы сумасшедшие? Какие аборты рожать? И, в общем, он говорит, ну, пойдемте, посмотрим, что там у вас вообще внутри. И когда стали ультразвук сделать, я увидел, как бьется сердце моего сына. И это Божий подарок. И я спрашивал отец, как же его назвать-то? И понял, что это Ефрем. И пришел к братьям, говорю, братья, решил сына Ефремом назвать. Ну, братья духовные, ну, если родишь Ефрема, значит, будет и Монасия. А я представил себе Монасия Сергеевич. В России я говорю, Монасии 100% не будет. Но через полтора года в этом же роддоме родился Даниил Сергеевич. И вот, знаете, старший у меня, он такой, ну, он Ефрем, он такой мужичок уже такой. А Даник, он младший такой, знаете, всеми любимый. И он такой подход к родителям имеет. И вот он иногда сердце располагает больше какими-то поступками, какими-то словами. Подойдет там, тапочки принесет, знаете, вот дома, когда маленький был. Ну, вот, представляете, приходишь откуда-нибудь такой, да, и сын несет тапочки. Ну, никто ему не говорил, но вот поступок располагает. И я к тому говорю, что вот эти обетования, которые есть у Бога, он хочет их дать. Но мы со своей стороны можем расположить его сердце это сделать. Вот представляете, тому, кто действующий в нас силою, может сделать несравненно больше всего, чего мы просим или о чем помышляем. То есть он обладает могуществом сделать то, о чем мы даже не могли представить, не могли вообще вот это сделать. И один такой пример я хочу рассказать. Вот мы переехали сюда, потому что у нас, ну, рабочие визы, приехали семьи. И мы здесь, вот в Мизури, уже 11 лет реабилитационному центру. И знаете, я очень много езжу, потому что я благословляю партнеров, знаете, благодарю за молитвы, за финансовое участие. Почему я включаю секундомер? Знаете, потому что время может быть совсем по-разному считаться. Вот я 40 минут проговорил. По официальной статистике, каждые 5 минут умирает человек в Америке от наркотиков. Вы представляете, что происходит? 91 человек в день умирает в Америке. Вот я говорил, что дети находятся под влиянием этого мира. Хотим ли мы этого или нет? И есть влияние хорошее, то есть английский язык, какое-то обучение, школа. Но есть и плохое влияние. Те 91 человек, которые сегодня умрут. Те вот 8 человек, которые умерли за 40 минут, пока я говорил. Они же тоже как-то попали под влияние этого лжи, этой наркотической. Думаете, их родители хотели этого? Не хотели ли ее предохранить? Не хотели ли ее загородить? Не молились ли за них? Потому что у нас, к нам-то приезжает 90% детей верующих родителей. И знаете, когда вот такое вещи говоришь, то все наверняка думают, это со мной никогда не будет. И это действительно может не быть, если наша жизнь будет располагать Бога, сделать то, о чем мы даже не помышляем. И вот об этой жизни в заключении бы хотелось сказать. Но сначала такое вот свидетельство о том, в кого мы верим. Я очень много езжу, и у меня Ира такая же, как я. То есть наша молодость осталась там, в наркотическом ужасе. Наше здоровье осталось в наркотическом ужасе. Даже наши зубы там остались, потому что что сейчас у нас, это протезы. И вот, представляете, я служил в России, в норвежской группе. У меня были два таких зуба, пенька, или один, я уже не помню. Короче, мы ходили с норвегами, кричали лилуя, там проповедовали по метро. И они говорят, слушай, давай мы эти зубы вставим. Я говорю, вообще слово против не услышите. И они прислали денег столько, что мы ставили мне, моей жене и еще трем работникам нашего центра зубы. И с той поры, когда мы с этим норвегом встречаемся, то всегда он просит, чтобы я его укусил там, или что-нибудь сделал, такой, знаете, лютеранский пастор, ну, чтобы показать, что норвежские зубы до сих пор работают. Ну, я его не стал расстраивать, что они уже давно рассыпались, потому что деньги-то норвежские, но зубы-то российские были. Ну, в общем, и все тут уже поменяли мне, уже другие сделали и так далее. Но у супруги как бы все те же еще, знаете, и ей, она там в Мизуре у меня, и ей никуда не уехать. И, в общем, она мне как-то звонит и говорит, ты, представляешь, сломался зуб, на котором держится протез. И вот все болтается, и как бы я уже, говорит, и жевать не могу там, и то, и сё. И я приехал в Мизуре, стали что-то думать. Рядом есть община, где есть вроде зубной какой-то врач, но не берет трубку, не знаю, может, уехал или еще что-то. И, в общем, короче, собираемся в церковь. И в субботу я решаю ехать не в Сент-Луис, а в Сидалию. Знаете, вот что-то вот как-то раз расположился и поехал. Утром садимся в пять утра, и начинается фэмили-клаб. Она мне говорит, вот ты сейчас опять уедешь на свои миссионерские поля, а я без зубов, как бы, ну, жевать плохо. Я говорю, давай помолимся. И вот мы молимся, я говорю, Небесный Отец, это же не наше, и не только наше, это твое дело. Ты нас сюда прислал, чтобы мы твоими были, делали твои дела, которые ты предназначил нам исполнять. Благослови. Аминь, аминь. И проходит два часа, мы подъезжаем к Сидалии, а там у нас ехать где-то три с половиной часа. Вдруг приходит смс от сестры из Сан-Франциско. А мы иногда на наши проекты занимаем какие-то финансы. Вот я у нее занимал тысячу долларов для того, чтобы купить мандарины и привезти куда-то, знаете, чтобы суппортировать нашу организацию. Ведь у нас же бесплатная организация. То есть на реабилитацию бесплатно мы берем ребят, они 20 месяцев у нас едят, учатся по-другому жить, трудятся, ломают инструменты и так далее, и так далее. Но в результате получается. И вот чтобы суппортировать, мы иногда что-то привозим. Я, кстати, привез сегодня мед и футболки, которые сделаны в нашем центре. Тоже для того, чтобы суппортировать. И в общем, Лена, сестра пишет, те деньги, которые вы занимали, не отдавайте, а пусть будет на ремонт зуба. Я ей показываю и говорю, ты представляешь, какой ответ. Мы же не просили, мы просто помолились. Она знала, что это случилось, но как бы никто у нее не намекал, не просил. И тут она пишет эту смс-ку. И знаете, наш Бог, это Бог избытка, он сказал. Я пришел, чтобы вы имели жизнь с избытком. И в общем, на церковной парковке после моей проповеди брат один подходит ко мне и говорит, вообще, говорит, я здесь случайно оказался, восьмидесятках хайвей заварено снегом, и вот я повернул, значит, в Сидалию, приехал. Я был в вашем центре, парился в вашей бане, классно. Я говорю, приезжай еще, послужим, попаримся вообще. Кстати, вас тоже приглашаю всех попариться. Парилку мы после наводнения восстановили. Круче, чем было. Братья, кто любит париться, приезжайте. Сестры, кто любит париться, приезжайте. И, в общем, я его тоже приглашаю. И к нему другой брат подходит и начинает, про зубы они что-то начинают разговаривать. Я говорю, а что вы про зубы-то? Ну, сразу такой духовный стал. Говорю, что вы после собрания-то про зубы разговариваете? Он говорит, а я, говорит, зубной врач. Тут уже я не духовный стал, говорю, представляешь, а у моей жены, говорю, зуб сломался, на котором протез держится. Он при слове протез оживился, так говорит, а какой протез? Я говорю, а что такое? Он говорит, да понимаешь, я зубной врач, но я только протезы ремонтирую. Я не делаю там штифты, там еще что-то, руд-каналы, какие-то неизвестные мне слова. А вот, говорит, протезы просто ремонтирую. Я говорю, ну вот этот самый такой чиповый, знаешь, на присосках. Он говорит, вот я как раз такие и делаю. И говорит, а где твоя жена? Я говорю, а что такое? Он говорит, смотри, и на парковке стоит автобус, а рядом прицеп. Он говорит, я, говорит, со всем оборудованием езжу. И я привез жену, и ей на церковной парковке все починили. И мы обратно едем. И я говорю, ты понимаешь, в кого мы верим? Что если наша жизнь его удовлетворяет, он не только врагов, он может восьмидесятку снегом засыпать, чтобы брату зубопротезному врачу не было проехать. И он завернул, сам не знаю, встретиться с тем, кому можно послужить. И знаете, я еще один увидел такую вот вещь, что для Бога, который сотворил всю землю и продолжает творить все новое, вырастить зуб, вообще не проблема. Но он хочет использовать всех нас, чтобы каждый служили друг другу тем даром, который есть. И в этом прославлялось его имя, и было засвидетельствовано о том, как вот это все он может сделать, соединить несоединимое. Слава Богу! И знаете, вот напоследок я хочу прочитать второе послание к Тимофею. Третья глава. Это апостол Павел говорит о Тимофею, молодому служителю, про последнее время. Знаешь же, что в последние дни наступят времена тяжкие. И написано не потому, что экономика, не потому, что войны даже, да, но написано характеристика людей. И вот читаем, ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды. И давайте вот остановимся, немножко порассуждаем на вот этих трех. Вот скажите, положа руку на сердце, кто может сказать вот в этом зале, что у него нет самолюбия? Может кто-то сказать, что у него нет самолюбия? Наоборот, даже священное место иногда говорит о любви ближнего, как самого себя, поэтому самолюбие должно быть. А здесь написано, как что-то крайне плохое. Наступят времена тяжкие, потому что люди будут самолюбивы. Дальше, серебролюбивы, ну это кажется понятно, но вот знаете, я вот так вот думаю, что если бы на церковном аккаунте было больше денег, чтобы можно было на миссии ездить, чтобы можно было уделять нуждающим еще больше, разве это серебролюбие? Разве если бы у тебя, брат, сестра, были бы больше каких-то средств, чтобы помогать, разве бы это было плохо? Это не назовешь серебролюбием, а например дальше гордость. Вот скажите, когда ваши дети выходят сюда и поют какие-то стишки, там рассказывают или что, что в родителей в сердцах поднимается? А? Гордость? Или нет? Или может кто-то духовный скажет, это слава Господня у нас появляется. Да это гордость житейская, что да, у детей что-то получается, и радость, конечно, и мы горды за наших детей. Или я только такой? Или нет? Или что-то я, ну... Но в какой-то момент это будет зашкаливать в другую сторону, понимаете? То есть это все есть как греховное наследие Адама. Вот эти состояния, которые должны быть... Не то, что их нету, но они должны быть обрезаны Богом. И давайте прочитаем дальше. «Надменные, злоречивые, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недрежелюбны, непримирительны, клеветники, невоздержанные, жестокие, нелюбящие добра, предатели, наглые, напыщенные». Вообще, казалось бы, ну, характеристика каких-то, ну, вот каких-то наркоманов, каких-то изгоев, каких-то ужасных людей. Ну, никто бы не хотел с таким человеком встречаться, правильно? Но вот одно место меня стало, я стал задумываться, более сластолюбивый, нежели боголюбивый. То есть у человека есть выбор быть боголюбивым, либо сластолюбивым. И он более сластолюбив. То есть для себя это как такая черта эгоизма, сластолюбие. Я люблю вот это сластолюбие, да, для себя, то, что душе классно, хорошо, а боголюбие оставляю. И я вот так задумался, неужели, может быть, это про верующих написано? И вот написано дальше. «Имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся». И я подумал, так это характеристика верующих в последнее время. Что будут такие люди, с которыми будет тяжко рядом. Потому что вот это будет эгоизм изобиловать во всем. И сила же его отрекшаяся. Вот благочестие. Скажите, здесь же все знают Священное Писание. Что такое благочестие? Можно процитировать из Священного Писания. «Истинное благочестие есть презирать сирот и вдох в их скорбях и хранить себя неоскверденным от мира». Вот неоскверденным от мира нам нравится. Мы в таком святом скафандре ходим, чтобы нас никто ничего не касался. А первый стих – презирать вдох и сирот в их скорбях. Это те, которые не могут себе помочь. Скажите, братья, что вы делаете, если супруга не досолила борщ? Что вы ей говорите? «Досоливаем». Досоливаем, да. Я почему это говорю? Потому что соль – это влияние. А Бог говорит, вы – соль мира. То есть влиять на мир. Скажите, ночью мы без света никуда не ходим, потому что свет – это тоже влияние. Любовь – это тоже влияние. И вот Бог нас призвал быть светом, солью и любовью этому миру. Слава Богу! И вот я думаю, что единственная практика и альтернатива против этой разлагающей церкви характеристики – это принять решение и служить, искать какую-то миссию. Вот дети, они видят нас больше даже, чем мы думаем. Срисовывают нас, стараются быть похожими. И знаете, вот одно дело на собраниях, они здесь посидели, и для них церковь – это непонятно. Пока это то, что родители их приводят. Но когда мы уходим отсюда, вот тогда начинается вот это вот… Они видят, чем мы по-настоящему живем, чем мы по-настоящему движемся. И если у нас только материальные, а в воскресенье церковь, то детей будет очень трудно в это время информационное, гугла, ютуба и так далее, затащить потом в церковь. Потому что здесь для них, по сути, ничего не происходит. Они, если не научатся переживать Бога, если не увидят цели Божьи, то их затянет этот мир, который влияет на них. Какая же, на мой взгляд, как работника реабилитационного центра, который общается с детьми верующих родителей, которые приезжают на реабилитацию, вы знаете, в какой-то момент вот эта стратегия дьявола украсть, убить и погубить, он же не приходит, как черт с рогами, а какую-то изворачивает информацию, ложью нас обольщает. На сегодняшний день очень многие христиане, ну, как бы, они, знаете, они успокоились. Все хорошо. Америка хорошая страна, у меня классный дом, у меня все классное, у меня так все хорошо. И, знаете, вот эта успокоенность, она является той стратегией, когда ты теряешь цель христианства. Потому что вот у ребят, которые к нам приезжают на реабилитацию, у них и даже церковь есть по воскресеньям, но когда их начинаешь копать, главное, зачем ты живешь, зачем ты, у них нету цели христианства, зачем церковь на земле нужна и зачем Христос пришел. Они этого не видят. В церкви про крест вообще перестало проповедоваться. Не говорят о том, что ученик должен взять крест, в чем-то себя отвергать и следовать за Христом. Попробуй в Америке сказать про крест. С Wi-Fi-ем-то, ну, никак не расстаться иногда. И со всем остальным, и с телефонами, и все. И поэтому, я думаю, что, чтобы сохранить наших детей, привлечь к делам Божьим, нам самим нужно еще больше участвовать, искать и делать дела Божьи. Если мы будем на миссии, то у наших детей будет гораздо больше шансов увидеть другую альтернативу. Если мы выходим из собрания и становимся, как этот мир, Библия говорит, не ищите того, что есть, что пить, во что одеться, ибо этого всего ищут язычники. Если наши разговоры только об этом, то мы мало чем отличаемся от язычников. Если наши разговоры о том, давайте накупим денег и поедем на миссию, давайте поможем тому, давайте поможем тому, мы останавливаемся и, может быть, какого-то нищего кормим, вот у детей будет больше. Я к примеру говорю, потому что есть много очень выражений миссии Христовой на земле. У наших детей будет гораздо больше в памяти откладываться, что родители не только ели и пили, и домики строили для себя, но они жили чем-то большим, по-настоящему. И да благословит нас Господь самим искать миссии и привлекать туда детей. Вы знаете, я со своей стороны очень рад, что вот так Бог сделал, и старший мой Ефрем уже умеет больше, чем папа. Например, ну я тоже могу на тракторе ездить, но я ни разу на нем не пахал. А он, я звоню тут в Неваду, а он мне говорит, а Ефрем сейчас занят. Я говорю, а чем он занят? Говорит, на тракторе пашет. Я говорю, в смысле пашет? Ну вот, прицепили там плуг, и он пашет там поле. А когда мы с ним ехали, он сидит в телефоне, играет. Я говорю, ну что ты прощаешься с телефоном? Он говорит, ну да, в Неваде же нельзя телефон. А мы там у тинейджеров обрезали телефон, и у них есть один телефон для экстренной связи. Знаете, и, ну потому что тинейджеры и телефоны, и интернет, это очень такая тема опасная для них. И я говорю, ну как, по телефону не скучаешь? Он говорит, папа, ну есть же лучше, чем телефон. Я говорю, например, ну квадроцикл, и вот он сам там разбирает уже, там карбюратор чистит, все это делает. И у него ответственность есть и за газоны, он на газонокосилке, и за животных. Я не умею доить коз, а он умеет. Вот, и поэтому я приглашаю всех вас обучать детей доить коз у нас, вот, и прочим заниматься. И младший тоже приходит, начинает кормить животных, и время интернета и всего очень ограничено. И мы очень хотим, чтобы наша с вами жизнь, как возрожденных от Бога людей, могла повлиять на наших детей гораздо больше, чем этот мир. Чтобы та миссия, для которой Господь нас призвал, была для наших детей легко читаемая, понятная, потому что Бог есть любовь, понятная. И они могли видеть альтернативу вот этому красивому, но погибающему миру. И в свое время получили от Бога рождение свыше, и также пошли на наших миссионерских полях и сделали больше, чем мы даже. И я сегодня привез, как я уже сказал, и мед, и футболки, и такие партнерские листы. Вы были, пастор, ваша группа была в Мизури, теперь вот адрес Невады, можно туда приехать, посмотреть, как у нас, знаете, в пустыне вода затекает, потому что мы там пролили, прокопали источники, не источники, эти пруды, в общем, с горы запустили воду по полиэтилену, то есть там пустыня расцветает, обетование давнишнее, древнее оживает. И самое главное, конечно, это то, что ваш вклад, ваша вот жертва, либо приобретение, либо донейшн будет служить все спасению взятых на смерть, те, которые сами себе помочь не могут. И да благословит Господь нас быть участниками Его дел. И знаете, я думаю, что вот эти вещи, которые в Библии говорится, Бог, видящий тайное, воздает явно, это про это тоже написано, потому что где сокровище наше, там и сердце, о чем мы молимся. Вот это первая любовь, которую все переживали, ведь тогда же было неважно, сколько у тебя денег, неважно, сколько чего, ты горел желанием послужить, ты горел угодить Богу, кому-то помочь чем-то. И да благословит нас Господь, чтобы эта первая любовь, она вернулась. У кого она ушла, возгорелась новой силой, у кого она погасла или затухла. И вот знаете, чтобы мы могли действительно поджигать других, воспламенять сердца о том, как мы поем. Да благословит нас Господь. Спасибо.